Добрый день, дорогие девочки! Сегодня мы пойдем в новый магазин Tommy Hilfiger. Ну, вы все его, конечно, знаете. Новый он... Не новый, он новый, что я в него никогда вас не брала, не водила с собой. Если честно, я немного покупаю Tommy Hilfiger. Я... Вернее, у меня есть одежда Tommy Hilfiger, но я обычно покупаю его в аутлетах типа Winners, вот этот TG Maxx, Marshalls, вот эти вот магазины, куда свозят все эти вот бренды свои... свои остатки, так сказать. Вот, значит, идемте в Tommy Hilfiger, посмотрим, что там есть. Это тоже аутлет, это такая плаза. Плаза – это в Канаде и в Америке такое, знаете, как большая-большая площадь, на которой стоят периметры магазины. Сейчас пойдем посмотрим, посмотрим, что почем, что там есть интересного. В общем, я беру вас с собой. Сначала, наверное, немножко сниму вам само вот это место и покажу, в чем это заключается, собственно говоря. И пойдемте в Tommy Hilfiger. Ну вот, я из машины снимаю. Собственно, вот этот Tommy Hilfiger, а вот, если вы видите, это вот такая вот площадь, большая-большая. И вот так вот по периметру стоят магазины. На улице пошел дождь, мне надо выходить сейчас. Висела такая огромная туча. Видите, вот с этой стороны солнышко. А видите, капли на стекле. Это такой летний дождик, солнце и дождик. Ну, в общем, вот так вот это выглядит. Здесь много-много разных магазинов. Геос, я вижу, Сузину, это наш канадский, мало вам известно, наверное. Ну вот, вы видите, как это выглядит. Я в маске, поэтому звучу как из склепа, наверное. Но у нас уже все, маски везде. В помещениях, на улице не обязательно. А в помещениях нужно ходить в масках обязательно. Поэтому в магазине нужно отцепить маску. Ну, все, пойдемте. Вот, смотрите-ка, написано. 70% of entire store. То есть магазин up to 70%. Итак, давайте смотреть, что у нас есть в магазине. В этом магазине представлен женский, детский и мужской отдел. Вот это вот мы заходим и сразу попадаем в детский. И в продолжение идем. И вот это женский отдел. Это, по-моему, все еще детские. Я просто показала, что 70% сейл на все. Значит, они очень рекламируют то, что у них большие скидки. А комбинезон такой защитного цвета. Вообще вещи очень-очень базовые. Не очень актуальные, я бы сказала. Не то, потому что это outlet. Не то, потому что... Не знаю. Ну, в общем, если честно, я не нашла каких-то таких очень интересных вещей, которые бы мне захотелось купить вот прямо сейчас. Я даже подумала, что, возможно, вот эта вот теория, версия о том, что некоторые бренды шьют для аутлетов отдельные коллекции. Верна для Tommy Hilfiger, потому что это как бы outlet-магазин. И, значит, модели не слишком актуальные, не слишком современные. Ну, вот это вот их известные, так сказать, рубашки в полоску, в клетку, с разными рисунками, вот с их эмблемой Tommy Hilfiger. Они сейчас по 30 долларов. Это достаточно дешево. Хотя, по-моему, оригинальный прайс был на них 79. Они были разные всякие. И вот эта вот там висит рубашка. Я пыталась разобрать, что на ней явно какие-то буквы. Я и не могла понять, что написано. Я подозреваю, что написано Tommy Hilfiger. Просто, ну, разными как бы вариантами это все выписано. И, в общем, не знаю, читала-читала, так и не прочла. Ну, скорее всего, что Tommy Hilfiger. Что бы им еще писать, да? Вот это просто белая рубашка с их тоже вот этими вот эмблемой Tommy Hilfiger. Трехцветный такой значок, флаг. Я даже не знаю, как это назвать. И рубашки в клетку. Знаменитые их рубашки в клетку. У них вообще есть две вещи, которые известные, которые они выпускают годами, годами и годами. Это их рубашки в клетку. И такие свитера в разноцветную полоску. И с такими ромбами на груди. У меня есть парочка таких свитеров, которые я покупала лет 20 назад. И до сих пор они их продают. Вот я вам сейчас покажу. Мы будем дальше ходить. И вы увидите эти свитера, которые не изменились абсолютно, несмотря на то, что в моду вошел в оверсайз. В общем, свитера такие узенькие в облипочку. Они по-прежнему их продают. Ну, в общем, вот. Такая одежда очень базовая. Очень такая спорт элегант. Типа такой. Не знаю. Написано вот 50%. Я не очень поняла, если честно. 50% надо брать, видимо, от цены, которая указана на этикетке. Потому что стикеров с сейлом, с клиренсом я не увидела. Просто вот обычные цены. И, видимо, вот написано 50%. Нужно половину отнять от того, что написано на этикетке. Вот, к сожалению, примерочные закрыты. Сняла вам показать, что вот написано, что временно мы закрываем наши примерочные. Как вы знаете, ничего нет более постоянного, чем временное. Но надеюсь, что нет. Надеюсь, что все-таки когда-нибудь они откроются. Футболки. Снова какие-то кардиганы на пуговицах. Ну вот, если бы не было на них этой эмблемы, что это Томми Хилл Фиггер, то, в общем, ну вот, самое обычное, что у них есть кардиган, который вообще как бы такой не очень приметный. Вот тоже какие-то светорочки. Такие же, такие же, каких-то цветов невнятных, фасонов таких. Ну, опять же, я, честно говоря, думаю, что, возможно, это какие-то специальные коллекции, которые шьются для аутлетов. Или действительно в аутлет попадает то, что не распродано в магазине. Вот, кстати, вот эти вот самые свитера. Как вы видите, они по 20 долларов, 19.99, то есть совсем недорого, совсем. И вот это вот с ромбами на груди, полоски разных цветов вообще, сочетаний всевозможных-всевозможных. Все они такой, знаете, V-neck, это вот этот вот вырез в форме V. И всевозможных цветов, всевозможных полосок совершенно одинакового фасона. Сейчас я вот покажу на манекене. Видите, вот всякие цветные разные-разные. Есть такой более приглушенный бежевый, есть очень яркие. Ну, и вот так вот они выглядят на манекене. То есть очень такой базовый узенький светорочек, который, в принципе, сейчас, по-моему, не очень актуальный, но вот, тем не менее, Tommy Hilfiger продолжает их выпускать. Ну, возможно, это их как бы брендовая марка, поэтому они как бы продолжают их лепить, как горячие пирожки. Вот, кстати, неплохая джинсовка. Ну, джинса она и в Африке джинса, и в Tommy Hilfiger джинса. И стоила она, там, стоит 119, по-моему, то есть на нее 50%, это 60 долларов. Ну, так себе. Недешево, недорого. Обувь, сумочки кругленькие, тоже, по-моему, не самый уже такой тренд. Уже как бы пару сезонов. Сезона три мы их носим, и уже, наверное, сезон, как они стали таким легким антитрендом. Вот, хотела вам показать себя. Хочу сказать насчет этой сумки, кстати. Я купила ее года четыре назад, плетеная сумка. Решив, что на год я куплю, поиграю с ней, знаете. Ну, вот оказалось, что она очень долгоиграющая. Я ношу уже года четыре, и она все как-то из моды не выходит. Больше того, она очень удобная, она как бы небольшая, но в то же время в нее очень много влезает. Ее можно так вот носить. Она летняя, с белой кожей. В общем, симпатичная сумочка. Очень я ей довольна. Что мы видим здесь? Мы видим пляжные, видимо, шорты такие, знаете, Хавайи-стайл. И футболки. Белые, синие шорты в такие гавайские цветы. Вот это вот группа товарищей на входе. Сарафан в полоску. И такая блуза с джинсами. Сарафан такой же был, желтый, в такие цветы, листья. Я даже не знаю. Симпатичные, кстати, сарафанчики. Ну, ничего особенного. Он такой сзади на резиночке на спине. И, по-моему, на них тоже было 50%. Вот вы видите цену, поделите ее пополам, и вы получите цену этого платья. И вот эта полоска, которая была на манекене, она абсолютно точно такой же, по-моему, как в листе, только другая расцветка, та же цена. Да, 110 долларов, значит, оно стоит 55 долларов. Ну, ничего себе, так для сарафанчика. Это не дешево, я бы сказала. Здесь был отдел платьев. Вот они все нарисованы примерно вот где-то наверху. Ну, не все, но большинство из них представлено в магазине. Очень такие базовые платья. Тоже не очень актуальный фасон. Такой, знаете, полуприлегающий силуэт. Вот это платье из белого шитья. Ну, это симпатичное платье. Мне понравилось. Очень все такое, знаете, без всяких изысков и фантазий. Платье в полоску, без рукава, такое, знаете, на пуговицах с поясом. Это платье тоже ничего симпатичное, но денег, конечно, стоит таких, что я не знаю, стоит ли оно таких денег, только что название. Рябенькое такое платьице, тоже очень базовое, летнее. Ну, кстати, американцы и канадцы очень любят такие платья. И вот эти вот сандалии вот такие, вот знаете, очень удобные. Ну, не знаю, кому удобно, кому нет. У меня есть, например, подруга, которая сандалии через палец, вот этот абсолютно не может носить. То есть некоторые люди не могут их носить, так что насчет удобства я не знаю. Снова платье, значит, оборочки на рукавах, оборочка внизу, синяя в цветочек, белая с синими-желтыми листьями. Тоже очень такое, знаете, без всяких изысков. Очень обыкновенное платье. Это платье, я бы сказала, для офиса. Круизная коллекция, я его назвала, потому что вроде как полоски сделаны в виде каких-то как канатов, таких, знаете, корабельных. Ну и смешно, вот в пуговицы вставлена вот эта бело-красная эмблема бренда Tommy Hilfiger. И вот совсем-совсем-совсем немодное платье. Такое платье-рубашка, ну, в общем, не знаю, по-моему, не очень актуальный силуэт. Вот Tommy Hilfiger пояса с пряжкой в форме буквы H, что означает Hilfiger, или закос под всеми нами любимую и известную люксовую марку. Тоже начинается, называется на букву H. Ну, прям очень похоже. И вот, кстати, все надписи на английском и на китайском, что характерно. Но в этом сезоне, конечно, они облажались с китайским, потому что китайцев у нас как бы уже туристов нету, как и нигде. Вот эти были симпатичные костюмы, белые в черную полоску пиджак и брюки. Мне они понравились, да, ну, довольно элегантные, красивые. Промелькнули там сумки и рюкзаки. Значит, снова мы попадаем в какую-то пляжную тему. Такие совсем полосатые, коротенькие шорты. И вот эти вот тоже маечки, футболки с их значками, эмблемами, которые они делают на протяжении уже последних 20 лет. А шлепанцы, flip-flops по-английски это называется, и такие базовые-базовые футболки по 20 долларов в полоску или вот одна тонна белая. И снова вот такие шорты, совершенно пляжная тема за 30 долларов. Вот джинсы с вышивкой, по-моему, тоже уже не очень актуально, но, может быть, это их тоже какой-то брендовая фишка. Вот это такое уже совсем спортивное-спортивное отдело. Здесь джинсы, худи. Видите, вот это для спорта, вообще одежда для занятия спортом. Вышитые Tommy Hilfiger худи и такие вот шортики спортивные. Была большая секция клиренса. Там было очень много людей толпилось. Я даже не могла там ничего снимать. Вот симпатичные брюки. Еще одни тоже брюки такие очень базовые, бежевые. И очень базовый бежевый свитер. Ну, вот как для базы, совсем неплохой, симпатичный. Ну, и Tommy Hilfiger известен своим бельем, конечно, мужским. И вот, так сказать, для услада ваших глаз я сняла красивую фотографию. Девочки, полюбуйтесь. На мой взгляд, это вообще самое лучшее, что было в этом магазине. Все, девочки, увидимся в следующем видео. Все, бай. Пока-пока. Целую, люблю, бай.